Надеюсь, это всё будет хорошо. Добрый день. Проект «Школы Австралии» Татьяна Давыдова с моей самой любимой семьёй во всей Австралии, семьёй Котлеевых. Можно так сказать, что вы моя самая любимая семья. Мы не родственники, но почти уже. Такое начало я хочу начать с того, что я очень-очень хорошо помню, когда Татьяна в одной из групп социальных в Австралии задала первый вопрос свой. Татьяна ещё была тогда в Москве. Я очень хорошо помню этот пост. Это сколько было лет назад, ребят? Это был 15-й год, 8 лет назад. 8 лет назад. И я помню, первое интервью я тоже начала с рассказом про этот пост, когда Татьяна спросила, «Как, что у вас в Австралии, как устроиться? У нас пятеро детей». И у меня первый был шок – пятеро детей. То есть все мои проблемы с одним ребёнком, с двумя, они сразу ушли на задний план. Вот эта цифра у меня в голове была 5-5-5. Как? Вообще, что это? Как это? Как это можно? Потом мы приезжаем сюда. Ни бабушек, ни дедушек. Мы вот сами с детьми. Вы, ну я не знаю, я чувствовала тогда, что вы намного моложе по возрасту меня. То есть для меня тоже такой второй шок – «Вау, они ещё молодые, такие энергичные». И, ну, естественно, третий шок мой был – это наши русскоговорящие родители и то, что они там писали. Говорится, от этого никто не застрахован. Ну вот. Это было 8 лет назад. Потом, по-моему, 3 года спустя мы записали наше первое интервью. И я заброшу ссылку на это интервью, потому что я всем рекомендую его послушать до того, как вы продолжите слушать сегодняшнее интервью. И на тот момент мы жили… Ну, мы сейчас живем в Сиднее. По-моему, младший ребёнок ещё не был в школе. А мне кажется, это был первый год кинди. Первый год кинди, возможно. И мы занимались очень много… Мы говорили про музыку. То есть было у Димы репетиторство по музыке. То есть вот это был основной наш фокус разговора, кроме того, как расти пятерых детей иммигрантам в Сиднее. Потом, да, вот эти пять лет с предыдущего интервью я познакомилась поближе с каждым из ваших детей или в какой-то форме с образовательным путём из каждых ваших детей. И в чём заключается уникальность вашей семьи? Вот мне кажется, очень чётко передаётся посыл, как я вижу образование в Австралии. И вы в какой-то степени осуществляете этот посыл, когда мы подбираем образовательный путь для каждого конкретного ребёнка. То есть мы не ведём их всех в одну районную школу, потому что мы там живём, да, вот все идут и мы. А мы смотрим, кто у нас растёт, что этому маленькому человеку надо, что в Австралии существует, чтобы его развивать в этом ракурсе. И в итоге у нас получилось, что все пятеро в разных местах. Да. Да? Вот давайте, наверное, с этого и начнём. расскажите, пожалуйста, где и кто сейчас по очереди, начиная с самого старшего. И мы тогда уже по ходу остановимся, какие-то будут дополнительные вопросы у меня. Ну вот я думаю, что это будет хорошее начало. Дима, Таня, кто у нас сегодня будет во главе? Ну, давай мы будем меняться. Да, хоть и я. У вас пятеро детей, то есть мы на два не делятся. Дима пусть расскажет про двух старших, а Таня может про трёх младших. У нас сейчас, кстати, наоборот, получается очень часто так, что я больше времени провожу с младшими. Но со старшей у нас она выпустилась из школы, из high school, поступила в университет, но решила взять ГПЕ и теперь работает и как-то приходит в себя после high school и пытается понять, что же она хочет вообще дальше в жизни. Она поступила на архитектурное направление, но потом поняла, что ей это не очень нравится, а теперь она меняет это. На что она меняет? Она хочет взять английский язык как major и может быть psychology как minor. Ну, она ещё в том смысле. Но я не удивлюсь, если у неё это опять всё поменяется и это всё нормально. Главное, чтобы она поняла, что она хочет. И как бы я здесь всячески её поддерживала по поводу ГПЕ, потому что последние два года были очень сложные, очень сложные. И они её сильно истощили во всех планах. И в физическом, и в эмоциональном. Поэтому она решила взять такой вот перерыв, потому что учёба не в радость. Она очень прилежно училась, прилежно училась, 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 училась и как бы получила высокий отар, но непонятно, что теперь как бы стоило ли это таких приложенных усилий или нет. Вот она отходит сейчас после этого всего. То есть получается, то есть получается, что наш старший ребёнок прошёл через госсистему, то есть мы, когда приехали, мы начали в начальной школе государственной, мы потом перешли в районную государственную школу. По результатам мы учились в gifted and talented extension streams. Мы потом в итоге выбрали предметы, которые считаются сложными. На 11-12 класс мы говорим о системе New South Wales, HSE, High School Certificate. Мы выбрали эти сложные предметы. Мы получили очень высокий отар, то есть мы говорим 90+. И это всё нам далось потом и кровью, как говорится, и мы просто burn out. Да. Да, в каком-то смысле. Ну, смотрите, она это, в принципе, сделала сама. У неё был один tutor-студент, университетный студент, который её работал с практикой эссе. То есть она просто родилась рядом, писала эссе, он потом проверял, давал ей обратную связь, и она как-то таким усовершенствовалась. Но математику, английский, остальное, всё это делала она сама. То есть она никуда не ходила, у неё не было никаких репетиторов. С математикой я ей иногда помогала, но редко. То есть у неё мозг свой, собственный, который вот и усидчивость, целеустремлённость, которые ей помогли этого достичь. Другое дело, что слишком много вложено. То есть другие сферы жизни немножко, мне кажется, от этого пострадали. То есть в какой-то степени у нас не было возможности уделить время вот той же самой профориентации, чтобы немножко больше понять, а что мы со всем этим хотим делать дальше. То есть была большая заточка на academic performance, чтобы хорошо сдать. И в итоге мы прыгнули во что-то. Но когда мы начали, мы, возможно, мало того, что мы были уставшие, но это было не совсем то, что нам казалось это будет. И для статистики каждый третий абитуриент меняет курс после первого года обучения, потому что произошла какая-то ошибка в выборе факультета и курса изначально из-за недостаточного времени именно изучения, а что я хочу. То есть план, немножко поработаем, немножечко отдохнём, и в следующем году вернёмся в университет, возможно, part-time, возможно, full-time, как пойдёт продолжать в том предмете, в котором мы оказались сильнее всего. То есть это гуманитария, гуманитарные предметы, английский и фокус, возможно, психология. Окей, отлично. Теперь? Ещё интересный момент, прежде чем мы перейдём дальше. У Сони, когда она училась, оказалось, что у неё был низкий уровень железа. Мы это узнали за какое-то время. Настолько низкий, что было непонятно, как она вообще сдавала все эти экзамены и так далее. Но, тем не менее, она сдала все эти сложные предметы, с высоким баллом. Но, конечно, мы очень удивлялись. То есть как-то организм её это выдержал, это было тяжело для неё. Поэтому я бы, наверное, то есть я теперь уже научена горьким опытом, я теперь уже буду с остальными детьми следить. То есть вот эта усталость, она усталость от того, что мы не досыпаем ночью, потому что делаем что-то, или потому что у нас что-то не хватает в организме, и тут, конечно, GP нам в помощь. Для 11-12 класса, мне кажется, это нужно для детей. Это, по-моему, COVID так слегка подкосило. Что-то там ещё было COVID у нас, мы все переболели. То есть давайте мы тогда и вот прям сразу и закроем второй пункт моего плана, какой-то совет родителям. Вот давайте тогда и по выпускнику дадим наш вот совет из того, что мы видели. Железо, то есть проверять какие-то анализы крови, делать, если ребёнок устает. Второй, какой бы вы совет дали, если у кого-то 11-12 классник сейчас живёт дома? Я бы, наверное, вытаскивала больше гулять, чтобы быть больше... То есть какую-то физическую активность. Прогулка, это с одной стороны не напряжено, с другой стороны как бы это всё равно позволяет уйти от вот этих вот уроков и в то же время полезно для здоровья. Потому что не все готовы идти в джим, там направлено работать, а вот прогулка, она, во-первых, и хорошо для здоровья, и можно поговорить. Да, мы с дочкой по кладбищу гуляем. Ну, у нас такое историческое кладбище, то есть там прям истории интересные можно прочитать и очень красиво. Ну, вот как-то у нас бондинг на этом уровне. Дим, а вот папа бы какой дал совет, когда дома 11-12 классник, вот железо, ладно, прогулка. А ещё? Ну, вообще, наверное, может быть, какие-то устраивать совместные, не знаю, вылазки куда-нибудь, наверное. Ну, и как-то вообще с ребёнком иметь контакт на разные темы, обсуждать, что у неё происходит и чем живёт ребёнок. Наверное, как-то так. Хорошо. Ну, да. Окей. Давайте перейдём к следующему нашему кандидату. Следующий у нас Маша. Маша у нас имеет склонности к рисованию, вообще ко всему креативному, например, шитьё, какие-то иллюстрации. И мы её, соответственно, развивали в этом направлении. Она ходила в Селены Ревис, занималась одно время, и она продолжает ходить на курсы по рисованию. Сейчас уже, да, уже перестала, но до этого ходила. Но она ходит в обычную школу. Вернее, даже так, она ходила в школу в High School of Visual Arts и мы решили, что это будет для неё хорошо, но по факту эта школа не очень оправдала наши ожидания. А ехать туда было очень далеко. Маша каждый день по нескольку часов проводила в автобусе. Когда-то я её закидывал по дороге, когда мог, когда-то нет. И, в общем, она от этого очень сильно устала, в конце концов тоже, и перевелась в местную школу, которая тут в пяти минутах ходьбы от дома. Ну и, в общем-то, единственное, кроме того, что изменился круг друзей, она об этом больше никак не жалеет, об этом решении. И сейчас у неё очень большая загрузка академическая, в том плане, что много предметов, она, может быть, не всегда оптимально знает, как учиться вообще, на что больше внимания, больше времени потратить, на что меньше. У неё рисование как-то отодвинулось сейчас на второй план, она просто не успевает это всё делать, учится, учится и так далее. сейчас у неё один класс. То есть, мы можем сказать такую вещь родителям из вашего опыта, когда ребёнок рисует, то есть, у него есть талант в этом. В Сиднеи у нас несколько школ, четыре главные, которые предлагают этот арт-стрим, но если у вас талант, действительно, потому что мы все на Фейсбуке видим работы Маши, когда он у нас зашкаливает, то, что даёт школа, возможно, уже недостаточно, потому что наш уровень намного сильнее и в ракурсе этой школы мы не имеем достаточно ресурсов развиваться глубже, поэтому это и не было большой потери для Маши и дополнительно какие-то занятия, они давали намного больше результата в плане развития искусства, чем школа. И сейчас нагрузка, опять же, 11-12 класс большая академическая и перед Машей стоит какая дилемма или учиться хорошо, или всё-таки вернуться к моему делу любимому и развиваться в том ракурсе. И как вы думаете, вот с таким ребёнком, я называю такое прикладное образование, когда на практике очень всё хорошо получается, как вы думаете, институт это хорошая опция для такого ребёнка или же более прикладные курсы, вот в каком направлении думает Маша? Ну, как мы с вами обсуждали. Я могу сказать, в каком она направлении думает, но вот на данный момент, да, на чём мы остановились? Ну, она сейчас пока ещё в процессе мысли, но я думаю, что она больше выберет всё-таки руки. Прикладное. Прикладное. Да, потому что это её суть. Но она другая. Какие-то дети, допустим, системные, аналитические, академические, какие-то дети больше прикладные к творце и креативщике, как бы. Для Маши, наверное, институт будет чем-то пыткой какой-то, да. То есть она, конечно, может. Я думаю, что она, наверное, смогла бы, но те усилия, которые бы она затрачивала на этого добиться, мне кажется, она того не стоит. То есть это же можно направить туда, что лучше получается и что больше приносит удовольствие. И в этом цель. У нее сейчас большой интерес к бизнес-сталис и это один из ее любимых предметов. И вот, то есть, по идее, ей надо что-то творить и как-то это продавать. Какой-то устраивать что-то, какой-то бизнес на эту тему. я думаю, этот курс ей полезен, потому что как раз ей даст такие основы, то есть она будет понимать, как это все устроено, может быть, не прям досконально и дотошно, но хотя бы в какую-то фазу, в которой она потом, если захочет, она может потом как-то развиться, взять какие-то дополнительные курсы в том же тейфе, если ей захочется, я так думаю. Но основное, конечно, она очень страдает о том, что мама говорит, у меня даже нет возможности порисовать. То есть мы немножко, ну, так будет резко, как кислород перекрыли ее творчески, да, вот этим вот Atar Pathway. И тут я добавлю, конечно, свои пять копеек. У меня тоже один ребенок, которого я отговариваю уже сейчас рассматривать Atar Pathway, потому что я знаю, что это не совсем лучший способ утилизировать его талант. И я такое делаю, мы еще пока в девятом классе, но чем раньше я начну брейнвошинг, тем лучше, чтобы не было какой-то стигмы, что я не смог, а чтобы было понятие, это просто не то, что мне надо, потому что у нас есть одиннадцатый класс, так называемый General Pathway, и когда мы берем минимальное количество предметов, и к ним мы добавляем развитие нашего таланта в каких-то других местах, это свой собственный бизнес, например, или мы можем изучать, взять и получить квалификацию прикладную через тот же самый TAFE, и для каких-то детей это не означает, что они будут в каком-то ну да, то есть они найдут работу, они найдут себя, у них тоже будет заработок, просто это альтернативный путь, который соответствует их желаемой профессии, то есть в их профессии, не в институт идут, в их профессии берут ручками делают и начинают продавать, какой совет мы можем дать родителям, вот если у них такой ребенок, как Маша, как ее поддержать лучше всего? Не отправлять в лойера и в доктора. Спасибо, нам нужно больше родителей, которые это понимают, окей, и в инженеры еще туда же, лойеры, доктора и инженеры. Вообще, что касается всех детей, всех наших детей, то наша основная задача понять их сильные стороны, а вот что конкретно у данного конкретного ребенка выдано, то есть у всех же у нас разные входные данные, вот у кого-то выдали инженерные мозги, а у кого-то выдали креативные мозги, то есть вот такое устройство внутреннее, и вот наша задача понять и помочь найти свой путь, потому что это очень важно, когда ты занимаешься нелюбимым делом, но это не жизнь. Это не жизнь, это очень-очень-очень не очень, вот у нас сейчас суббота, я занимаюсь любимым делом, и в субботу, и в воскресенье, мне так хорошо. Поэтому, наверное, не бояться искать путь свой, но это вообще в принципе работает для всего. Тогда давайте мы обсудим, какой же свой путь ищет Оля. Давайте сначала Аню, у нас нет следующих. Аню, хорошо, давайте. У нас middle, кстати говоря, сегодня, по-моему, день, всемирный день middle children, что ли, что-то такое. Middle child day? Day, да, в общем. У нас middle, у нас Маша, Аня и Оля, не middle. Мы их можем всех с этим познакомить. Middle, middle. Да, Аня самый middle. Да, и она у нас очень интересная личность, ну, такая, необычная, скажем так. Во-первых, у нее артистизм, то есть у нее очень тонкое чувствование музыки, танцев, вот такая направленность. Помимо этого, у нее неплохие инженерные мозги. Как это может сочетаться в одном ребенке, очень, в общем, удивительно. Мы тут недавно, ну, то есть насчет артистизма, допустим, вот она сейчас входит в государственную школу, но она тоже в gifted and talented and stream, в другую школу, не в ту, которую Маша, они все ходят сейчас в разные школы. Дим, в каком классе сейчас Аня? Риверсайд. Классе, классе. А, восьмом. Восьмом, окей. И она не в той школе, в которой были две старшие девочки, мы выбрали ей другую школу, окей. В той же, что и Соня. Соня, окей. Да, теперь Оля пошла в другую школу, в результате у нас все дети в разных местах. В местах. Да. Значит, у Ани она ходит на джаз-бэнд, на оркестр, то есть она активно в этом направлении что-то делает, но при этом она нас периодически удивляет разными такими вещами. Мы с ними часто обсуждаем сайенс, и вот недавно обсуждали катаж Рёдингера, и, значит, смотрели видео на эту тему, обсуждение там мультивселенных и прочие всякие квантовые физики, и она начинает выдавать нам что-то там про интерференцию волн, про движение электронов, про двухщелевой эксперимент Юнга. Мы такие присели, мы этого ей не объясняли, она нам сама это все объясняет. Это вот ребенок, который вроде как танцы, музыка и так далее. Потом дальше мы смотрели недавно еще одно видео на тему математическое программистское такое, на тему как что-то там с большими массивами данных оперировать. И она во время видео задала два очень важных вопроса, не важно какие, но если бы кто-то ее интервьюировал на тему инженерную и ожидал бы, какие вопросы задаст человек, и по этим вопросам определял бы в теме человек, насколько он думает. Так вот она задала ровно два самых главных ключевых вопроса по этому видео. И я просто в шоке, потому что ну вот, то есть тоже как бы инженерная направленность, но при этом она не как-то не афиширует и не выпрячивает это, то есть мы об этом узнаем как-то так случайно по факту. вот. То есть такой тихий, нежный, хрустальный ребенок и при этом и там, и там. Ну почему? Это просто, наверное, фуллтайм инженер, который по воскресеньям и субботам будет танцевать и плясать в комьюнити фейерах? Запросто, запросто. Как папа будет примерно. То есть это хобби и карьера, как бы они очень хорошо работают вместе. Она хочет, она хочет все-таки что-то быть связано с медициной. Да, ну вот. Но я как бы пока не знаю, потому что, наверное, если медицина, то это надо уже начинать впахивать. Инженерия, медицина очень хорошо сочетаются, когда мы будем выращивать ручки, ноги и все остальное. мы понимаем, да, о чем я говорю, вот где ее инженерия и медицина соединятся, потому что мы идем в этом направлении. Нанотехнологии, то есть у нее еще очень много времени, чтобы определиться, потому что медицина не всегда доктор, правильно? Медикал филд, он требует различные профессии, различные навыки. но если у нее уже так явно выражается как бы вот passion, о которой мы говорим, то намного легче, да, мы знаем, куда вкладывать ресурсы с такими детьми и поддерживать. Пока она тинейджер, пока все отлетает, все попытки что-то вложить и как-то направить, отлетают нам же. Не, почему? Она впитывает, впитывает, но как бы какие-то там дополнительные экстра что-то они скорее пока отлетают, ну и... У нее некоторый хороший уровень здорового пофигизма, скажем так. вот мне кажется... Она не будет упахиваться так, как Соня непонятно зачем, как бы... Такой прагматический подход ко всему. Если надо, надо, не надо, не надо. Да, но то, что ей интересно, она делает с удовольствием. Например, разучивает что-то по фракопиано самостоятельно, ее никто не заставляет. Но при этом сдать какой-то уровень grade... Амеп? Этого ей не интересно. Да. Хорошо, тогда у вас получается, ну, можно сказать, еще, конечно же, Аня восьмой класс, она не совсем, как я это называю, full-blown teenager. Из трех, какой был самый challenging? Вот, как чувствуется, потому что вам пятерых тинейджеров придется вырастить, но троих, двоих с половиной уже почти. С кем было тяжело? Соней, наверное, самый старший, да. То есть первый? Это пока еще... Процессия. Процессия, недавно слышала, что тинейджерство продлили до 21 года. Я боюсь, что мы сейчас до 21 года живем, потом еще продлят. Ну, пенсию уже продлили, а почему бы тинейджерство не продлить? А хорошо, тогда мы переходим к космонавтам или еще про Аню? Про Аню, она же у нас главную роль в мюзикле Полиана. О, да, давайте поговорим про это. Момент тоже. То есть в тему ее артистизма, и, кстати говоря, другие дети тоже у нас были на главных ролях Соня и Оля. Так что это у нас такой семейный был большой проект, не только семейный, но вся семья в общем-то участвовала в этом деле. Да, и вот Аня у нас сыграла главную роль очень артистично. Ну, она, по сути, сыграла себя. Она, ей, конечно, не нравилась немножко невоспитанность и какая-то такая вот главная героиня, она как бы не аристократка, она приехала из какого-то захолустного места куда-то к аристократичной тете. И вот она должна была такую немножко непосредственную очень непосредственную сыграть, не то чтобы невоспитанную. а у нас Аня такая вся очень, как сказать, организованная такая, ну, не организованная, а сказать, ну, как, с налетом интеллекта, скажем так, ей было очень сложно это все скидывать и пытаться как-то играть какое-то более живое непосредственно, но на нее это отлично получилось. Ну, она в детстве такой была. То есть, она вот, но со временем как бы дети же становятся более взрослыми, да, и они вот впитывают вот эти вот социальные рамки, что здесь это можно сказать, здесь это нельзя сказать, здесь вот так вот посмотреть можно, скинуть руки, вот так нельзя. То есть, она уже воспитанная, а ей приходилось все это отбрасывать и играть со всеми непосредственно девочкам. Что сейчас с этим проектом? Вы отыграли спектакли и... Да, мы еще на самом деле до конца не отыграли. Мы отыграли, я думаю, в этом году. Я хочу сделать повтор в сентябре, но по разным причинам не получилось. И я хочу сделать повтор в феврале. То есть, мы будем в двух театрах разных, скорее всего, в Сиднее показывать, делать финальные показы. И у нас не все могли сходить на премьеру, не все поехали в Садерленд. И вот я думаю, что это хороший шанс все-таки увидеть это представление. То есть, это февраль, да? Вы говорите о феврале. Ну, как только я буду знать даты, я буду рекламировать. А русское сообщество в Мельбурне вас не хотят спонсировать и пригласить, показать его там? Я буду думать в этом направлении. У меня как раз в плане подумать на тему гастролей куда-нибудь. Окей. Хорошо. Следующий кандидат. Оля. То есть, у нее это удивительно, что с такого раннего возраста она понимает, что она хочет. Она хочет связать свою жизнь с космосом. То есть, в принципе, у нее было так, что сначала она говорила, я хочу быть первым человеком, который ступит на Марс. Потом у нее начало падать зрение и она немножко волнуется на эту тему. Но у нее есть план B. Мама, если я не буду, не полечу в космос, я хотя бы буду строить корабли или что-то связанное с этим. То есть, скорее всего, это будет инженерная специальность. Вот. Сейчас вот, кстати, будет Science Week на следующем изделии. и мы поедем в университет New South Wales. Там будет настоящий живой астронавт рассказывать про свой экспириенс. Это будет live. Вот. поэтому посмотрим. Я говорю, пиши список вопросов. Вот она. Она сейчас учится в еще одной школе и это совершенно другая школа, нежели у старших девочек. Ей очень-очень нравится. Она ответственная, очень организованная и, наверное, даже в клубе. Ну, это как офицер в армии. То есть, она делает все уроки, все у нее вовремя, все должно быть properly, все собрано, все, как бы, расписано. Здесь она делает то, здесь она делает то. Когда она готовилась к тому, чтобы пойти в хай-скул, она заранее, за три недели до конца каникли, она начала переделать свое расписание, потому что ей нужно было вставать в 6.30. Это на час раньше, чем обычно. И вот это, конечно, вот эта вот целестреброванность и вот этот вот настойчивость. Упорство, упорство, настойчивость. У меня это вот честно шокирует. Да, она растяжку, например, делает регулярно, и, то есть, у нее есть расписание, ее невозможно с этого расписания сковырнуть какими-то другими делами. У нее вот это вот сейчас, потом после этого может быть что-то. То есть, очень такой чуткий. Но, да, но при этом ей как бы нужно для отдыха что-то для души. Она рисует. То есть, она, у нее отлично с рисованием тоже, как у Маши. Но она как бы не идет в этом направлении, у нее просто есть к этому предрасположенность. И причем она это понимает. Мама, я рисую, чтобы мне было приятно. Я говорю, хочешь какие-то курсы, как-то развиваться? Мам, нет, я не хочу, я вот хочу это оставить именно для души. Вот, и это тоже супер. Хорошо, давайте только мы сейчас добавим немножечко информации для родителей, чтобы они понимали, почему Оля оказалась в другой школе. Мы говорим о частной школе, правильно? Да, мы говорим о частной школе, мы говорим о школошипе. О школошипе. То есть, мы выбрали именно ту школу, которая бы подошла вот этому конкретному ребенку. мы знали, что у нее есть способности получить школошип, и мы пошли этим путем. Да, причем выбор школы получился абсолютно, ну, я это называю как случайность, это можно назвать случайностью, но это как вот вело. Мы тогда с вами пообщались, и я села, это был октябрь, и я села смотреть школы, которые еще, это был октябрь в пятом классе ребенка, я села смотреть, какие же школы все еще принимают application на школошип, я открыла список школ, которые сотрудничают с компанией, которая может помочь ребенку, ну, то есть она организовывает поездку в Америку, в НАСА, открыла этот список, и просто пошла вот так вот по списку, ища школу, которая была бы в часе езды от дома, и которая бы еще принимала application на школошип, мы выбрали, получается, выбрали 10 школ, какие-то не подошли по каким-то причинам, какие-то одновременно проводили экзамены в один и тот же день, поэтому мы отобрали три, и вот в двух из них сдали экзамен. Когда Оля вышла из экзамена этой школы, она, это был первый в ее списке, она сказала, мама, было очень сложно, это было сложнее, чем selective exam, я не решила то-то, не решила здесь, что-то здесь не ответила, и мы с ней это все обсудили, я говорю, мы считаем это как тренировку к selective тесту, все нормально, и мы про это забыли, и потом нам позвонили и пригласили на интервью. То есть мы можем сказать родителям, наверное, такую вещь, первое, кто готовил Оль к тесту, она ходила в тьютеринг, или мы готовились дома? Мы дома готовились. То есть можно приготовиться дома. Вторая штука, эти тесты, они специально сделаны так, чтобы там все не решить. То есть вот одна из главных вещей, которую я бы говорила детям пятом классе, когда они готовятся, что никто не ожидает сто процентов решенного задания, они смотрят, кто решит больше. Поэтому они такие сложные, эти тесты, потому что сто процентов по ним получить практически невозможно. То есть что мы делаем в направлении космоса у нас, кроме, ну вот мы идем в UNSW, кстати, тоже хорошая фишка, по-моему, мы про это тоже говорили как-то тем родителям, которые видят у ребенка талант в определенном направлении, я всегда рекомендую подписаться на ньюслетов факультета университета, который преподает эту специальность, когда они проводят разные вот такие встречи, выставки, чтобы детей туда водить. Вот кроме этого, что мы еще делаем, чтобы Оля приближалась к Америке и к НАСА? Мы еще читаем книги на тему космоса или там связь вокруг. Одна из ее любимых книг это была «Марсианин», вот по которому фильм... Машинг. С этого все и началось, на самом деле, вот этот интерес. Она еще проходила программу, это онлайн программа, которая была в течение недели по шесть часов. Она участвовала в таком командном... То есть детей били на команды, но она сама одна единственная была в команде, потому что она так захотела. была специальная миссия, они сначала изучали вообще Солнечную систему, потом они строили корабль, потом они его пилотировали, потом у них была задача выжить при каких-то определенных условиях. Построить базу, освобождение обеспечить, да. Причем так было интересно, что она была единственная в команде, и ей разрешили это сделать, но пилотировать шаттл должны были два человека, и поэтому она сообщила об этом... Ну, в общем, ведущий этого курса астронавт с опытом пилотировал вместе с ней в результате. Помог к ней. Приземлились. Какая-то программа, в которой мы участвовали. Но это было, по-моему, в пятом, то ли в шестом классе. Сейчас, так как у нее начался седьмой класс, это немножко перестройка, то есть приходится перестраивать режим, немножко побежать как-то, поэтому мы ее сильно никуда не вводим, не прессуем, то есть она скорее пока settle in. Вот первый вот такой Что значит никуда не вводим? У нее было программирование, оно недавно закончилось. У нее гитара, у нее теннис, но это на тему мы никуда не вводим. Хорошо. Теперь на тему космоса, какие-то дополнительные. В космосе можно тоже играть на гитаре. Я, конечно, не знаю, как это работает на самом деле, но возможно. На самом деле мы недавно были в Макура университи на астронаптику на астрономии найт. Два часа наблюдали за небом. Теперь у них, по-моему, в сентябре должна быть какой-то open night, когда целый вечер будут лекции смотреть, читать, тоже смотреть на небо, поэтому вот мы ждем отмашку университета, чтобы туда съездить. Я еще рекомендую, да, да, Таня. В таком режиме, ну, то есть не целенаправленного поиска, а вот увидела я там, что вот есть, ну, поехали, поехали. Если ребенок скажет, нет, я пока не готова, я не буду ее трогать, потому что я понимаю, что у нее пока что перестроек ей нужно. Запишите себя еще на будущее в вот на такие ивенты, потому что там ресерч-паза хорошая, вот астрофизикс, ну, это три часа на поезде, но там можно много чего. У них там классные проводятся тоже кемпы, но у нас никак не получалось попасть, то есть это надо, чтобы ехал еще и родитель где-то потому что там без только дневная программа, она начинает куда-то забирать, ночевать где-то, и вот у нас не получалось по времени, чтобы выбраться. Я понимаю, потому что на одного ребенка нужно два родителя, а на пятерых нужно десять, и как вы это делаете, ну, это у меня следующий пункт, плана, мы еще дойдем до этого, давайте мы перейдем к нашему самому младшему, самому особенному ребенку, ну, как особенному, потому что девочки туда все, а я родился, и я еще и младше, и я еще и мальчик, это довольно-таки такой special place in the family. Да, но он еще особенный в том плане, что он у нас холмскулер единственный из всех, так что у нас челлендж еще и в этом плане, мы попробовали всякие разные pathways, как бы, попробуем холмскулинг тоже. Ну, это был осознанный выбор холмскулинг, то есть это не какой-то, это действительно было продумано, и мы решили попробовать для него учиться дома, потому что... Ну, потому что он одаренный очень сильно, и как бы школа, которая ориентируется на средний результат, она очень была камнем преткновения, она его просто как бы тянула назад, в каком-то смысле не давала развиваться, то есть он туда ходил, он как-то общался с детьми, он помогал им, математику помогал решать, там, в спорте участвовал и так далее, но как бы как-то это все не для него, плюс из-за того, что у него как бы уровень один, а дают им задания какие-то совершенно детские, какая-то недовлетворенность, она выливалась в какие-то социальные, может быть, какие-то конфликты местами и так далее, и... Это один из признаков, ну, как бы одно из самых таких частых поведений одаренных детей, когда они становятся disengaged и у них начинаются проблемы с поведением именно негативным, потому что это как бы их фрустрация таким образом выплескивается. Причем не так, что он какой-то там задир или забияк, скорее наоборот, болезненно воспринимал какие-то либо критику, либо еще что-то в свой адрес и так далее, то есть когда дети видят, например, что можно вот сюда пнуть и человек болезненно реагирует, они пнут второй раз и третий раз как-то так. То есть у нас скорее такая ситуация была. Ему это все было как-то неприятно и... Ну, и плюс у него такое повышенное чувство справедливости, когда правила нарушать нельзя, как бы disrespect, ну, то есть неуважение к другой команде им очень болезненно воспринималось и, соответственно, дети тоже этим пользовались. Ну, да. Ну, если там сыграли, делите в какой-нибудь теннис или во что-то, ну, не теннис, а футбол, допустим, и команда выигравшая, начиная там losers, losers, и так далее, как-то разница и так далее, вот это очень выводило из себя и школу периодически ходить и обсуждать это все с учителями. В общем, а сейчас такой счастливый, довольный ребенок занимается тем, что ему нравится, он, то есть постоянно что-то делает, сейчас, например, химические формулы собирает из конструктора, то есть какой у него сейчас класс, нет, не шестой, пятый, пятый класс, он сейчас привлекся химией, как бы, собирает дофамин какой-то, там вот всякие находят формулы в интернете, вот собирает эти углерод с водородом, с кислородом, там все это отсоединяется, в голове прокручивает, а если мы вот такую молекулу сделаем, пап, а как называется, если возьмем столько-то углерода, столько-то водорода и так далее, я ему говорю, это, например, формальдегид, а если вот так вот это скомбинируем, это вот так называется, ну и так далее, то есть у него постоянная комбинаторика там в голове происходит, крутит он эти у него 3D-движок очень хорошо развит, то есть он пространственно себе все это представляет, делает какие-то постоянно, то есть у него разные курсы онлайн, по которым он проходит математику, французский, множество каких-то разных вещей, и ему это доставляет удовольствие, у него это каждодневная рутина как бы, но не так, что однообразная, где-то он французский сделал, где-то он французский поделал, где-то там просто побегал, там поиграл что-то, и отмечает себе в расписании, например, делал сегодня то, 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 и так вот по каждому дню себе заполняет проделанную работу, скажем так. есть какие-то моменты, которые мы должны контролировать, подсовывать ему периодически. я имею в виду, но я имею в виду, мы же учимся, тем не менее, в рамках программы, то есть у нас есть курикел, которым мы должны следовать, и как нам сказал куратор, вы в принципе можете делать все, что хотите, но вы должны минимум тиков сделать по предметам, вот сейчас мы с ним начали учить историю, он это не любит, вам сделать нужно на минимум абсолютно, но мы стараемся там как-то это все разнообразить, и плюс подтягиваем какие-то художественные книги, тоже вот вы читаете про капитана Влада, а мы читаем про капитана Куха, про три его путешествия на русском языке. У меня к вам сразу такой вопрос, ну то есть хоумскулинг, да, сейчас очень упрощенная формула подаваться на него, все можно сделать онлайн, интервью онлайн, программу можно купить, ну тем, кто планирует, или самому базовую составить, ну и делать, что хотим, это все понятно, но сразу два вопроса, английский язык, русский язык, как это происходит в рамках дома, и какие сложности о которых вы даже не думали, а вот они возникли, то есть мы имели представление, что такое хоумскулинг, мы вроде все распланировали, а потом о, а вот это мы не учли, то есть первый, русский, английский, как вы балансируете, и какая сложность случилась, которой бы вы хотели поделиться. Хорошо, Андрюша же начинал с местной школы английской, он очень быстро себе английский подтянул, понятное дело, что у него английский не на уровне там профессора какого-то и высоковалерийский как бы, но у него английский, он на нем постоянно говорит, дома в том числе, я говорю, иногда у меня уши уже в трубочку сворачиваются, говорю, Андрюша, давай на русский перейдем, то есть у него это основной все-таки наверное сейчас язык, но он свободно как бы переключается между русским и английским абсолютно, то есть одинаково свободно выражает свои мысли. по-русски читает просто со свистом он у нас из всех детей читает быстрее нет, Соня читает старшее быстрее всех, а потом Андрюша, потом все остальные как бы. То есть он такой самый получился такой билинг стопроцентный, когда мы на одном уровне практически в двух языках и мы балансируем свободно. Каждый день изучает французский вот уже на протяжении нескольких месяцев он начинает говорить по-французски. То есть здесь я вообще ничего не могу ему ответить. Но Соня не знает и я когда-то что-то учил французский и мы там чуть-чуть его понимаю иногда. Но это исключительно его инициатива, то есть когда он приходит и начинает говорить по-французски. Это удивительно. Причем он учит французский через английский. Интересно. Вот, что тоже немножко... Да. Еще мы боялись, что социализации могут быть проблемы, потому что это главный вопрос у родителей омскульного думы. Но у Андрюши как-то с этим нет каких-то проблем. То есть мы их не видим по крайней мере. То есть когда Таня например часто с ними ходит в музей еще куда-то... Ну есть разные программы, которые при музеях, при университетах... Вот сейчас Дима возит Андрюшу на робототехнику при университете. А я подписалась на австралийский музей, потому что Андрюшу интересует биология. И там всякие разные программы касательно скелетов. Ну и вот он находит всегда везде кого-то с кем пообщаться, даже если в очереди стоит или еще что-то с другими детьми начинает какие-то беседы вести. В этом плане абсолютно нет каких-то барьеров. А чувство юмора у него такое, что мы просто ухахатываемся временами. То есть такой искрометный юмор. Так что у него как бы с общением проблем нет. Но как бы сказать может быть это его особенность личная как бы. То есть то, что он социальный и плюс такой академический одновременно и так далее. Да, если допустим просто какого-то абстрактного холмскулера брать, но надо конечно его куда-то вводить в какие-то секции, чтобы с другими детьми общался. Я бы наверное может быть подумала бы еще что-то для него outside, то есть не дома сейчас у нас получается робототехника, теннис и в неделю. Ну и все получается. То есть это как бы два выхода учебы не дома. Я бы наверное еще что-то добавила, но я это себе ставлю в задаче не как первое очередное, а вот по возможности. То есть найду-найду пока в процессе. Окей. Не думали, что-то так вот трудно сказать, такого каких-то сюрпризов особых нет, но например с холмскулерами есть такая небольшая проблема, что им же надо писать какие-то тексты и как-то презентовать. Ну например если какой-нибудь persuasive текст написал, надо его перед кем-то как-то прочитать. Это лучше всего делается в группах понятное дело. То есть Андрюша иногда делает какие-то презентации какие-то тексты и они просто как бы в стол складываются в основном. То есть вот если бы для этого найти какой-то выход, то есть есть конечно сайты где ты можешь писать на какие-то натуралистические темы про насекомых про чего-то там постить их и там тебе оценки какие-то ставят обсуждают. Но мы пока еще не дошли до такого ну то есть в этом направлении еще пока не сильно. Но на самом деле у Андрюши с написанием текстов он не любит это. То есть у него просто ну как мальчишки все я думаю. Есть такое дело. что-то что-то и так как я знаю что нам нужно хотя бы какой-то минимум выполнить по написанным текстам я стараюсь найти для него какой-то компетишен 500 слов да напишем 500 слов на эту тему вот например вот здесь вот любую историю я говорю окей берем дневник и пишем за одну историю сделали английский сделали и в компетишен участвовали прекрасно ну и как-то пытаюсь вот так вот миксовать чтобы это с одной стороны у него нарабатывался скилл с другой стороны вроде как и компетишен мы ничего не ждем то есть никакого там приза ничего а именно вот есть дата которую написать и вот таких на самом деле компетишен очень много куда можно постоянно посылать тексты и это очень помогает в плане организации и в плане как-то мотивации ребенка окей ребят ну сейчас самый главный вопрос самый-самый главный неудобный вопрос который я задам я слушаю да пять детей я примерно на пальцах посчитала что у каждого как минимум три развивалки ну они кушают естественно три раза в день как минимум они носят одежду которую нужно стирать я вижу у вас дом по-моему двухэтажный который нужно убирать то есть вы не работаете совсем да вот как 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 что вы пьете что вы принимаете что вы вкалываете два раза в год мне нужно вот пройтись через допустим в среду вашу вот среда да во сколько встали и по часам как это вообще работает я не понимаю как у меня фултайм работа у меня институт и у меня бизнес я работаю семь дней в неделю я знаю что это ну это просто каждые три-четыре месяца полный burn out и у меня только двое детей которые в принципе сами уже все делают как объясните мне и как это все финансово в Сиднее тащить рассказывайте лайфхаки ну чтобы тащить финансово столько детей мне приходится работать на двух работах а Тане приходится работать на одной помимо того что она пока занимается хозяйством в основном она взяла на себя дом да то есть готовку стирку уборку и так далее я помогаю временами но так совсем эпизодически раньше я больше готовил например то есть я люблю готовить но просто времени как-то посреднее время нет совсем то есть я бывало что пока читаю книгу например с детьми вечером говорю давайте ребята мы сейчас читаем книгу кто начнет пока вы начинаете я буду суп парить например то есть вот как-то так какой-то такой мультитаскинг по возможности чтобы одновременно как-то несколько дел сделать другое момент например то есть после то есть у меня сначала допустим одна работа потом у меня другая работа преподавания и потом я допустим когда в 9 когда в 10 когда там в 11 освобождаюсь вечера вечера да вечера дальше мы начинаем с Таней смотреть какое-нибудь кино допустим а то есть у вас начинается как бы marriage после 11 вечера да на эту тему шутка есть такая семейная Таня очень ухахатывается когда я обычно прихожу в районе 10 часов и спрашиваю ну что какие планы на вечер Таня уже такая вся уже порядком прилегла вот но допустим я допустим если мы смотрим какое-нибудь кино я стараюсь что-то делать параллельно например разучиваю что-то на гитаре тренируюсь или же делаю для детей какие-то образовательные проверяю домашнюю работу например еще какие-то штуки параллельно то есть ну пытаюсь как-то любую свободную минуту по сути дела как-то использовать с пользой не всегда это хорошо потому что на самом деле это переходит в такой стиль жизни когда ты просто уже не то что не можешь остановиться но постоянно как-то что-то делаешь постоянно делаешь 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 у тебя список дел всегда больше чем ты физически можешь выполнить приходится как-то приоритеты расставлять и все равно не все успевается как бы вот но ну вот один из лайфхаков наверное если то что ты делаешь доставляет удовольствие то как-то находятся силы то есть например мне очень нравится заниматься поэтому я могу быть полностью убитый и уставший но я тем не менее прихожу на урок и я преподаю и я как бы ну то есть я в состоянии даже полной там какой-то усталости проводить нормальные уроки и общаться с детьми что-то им давать потому что мне это интересно вот ну что еще не знаю вот это вот как бы с моей стороны Таня давай расскажи с твоей стороны среда ну я выбрала среду можно любую другую а ну среда в силу того что среду я вожу ребенка старш вернее Олю в школу то есть ей туда к семей встаем мы в шесть в шесть двадцать выезжаем я ее отвожу к семи возвращаюсь но обычно я ее отвожу на школьный автобус к семи двадцати здесь рядышком на остановку отвезла сама пошла в джин у меня есть час примерно чтобы позаниматься я очень рада что я наконец-то нашла этот час то есть оптимально чтобы мне не отнимать ниоткуда время то есть я туда пришла я позанималась даже если я просто походила над беговой дорожкой все уже достаточно я считаю приехала домой отвезла Аню иногда Аня ездит сама в школу вот но я ее иногда вожу именно с точки зрения побыть вместе то есть это те 15 минут которые мы можем походить вдвоем после этого я приезжаю это примерно 9 я завтракаю готовлю еду бужу Андрюшу и выдаю ему задание то есть параллельно готовка Андрюша плюс его задание где-то к 11 к 12 я все приготовила готовлю обычно стараюсь на день чтобы на 2 это ну бывает что на 2 получается но сколько бы ты еды не приготовила они едят все больше и больше да с каждым годом все больше и больше ну они растут да после этого я иду готовиться к урокам потому что мне нужно проверить домашнюю работу у студентов и приготовить материал к тем урокам которые у меня будут вечером начинаю работать где-то с 4 с 4 до 8 вот в среду с 4 до 8 то есть уроки репетитором математики правильно с 4 до 7 это в среду но иногда бывает с 4 до 8 вот вторник у меня получается что там есть два урока но между ними теннис я везу теннис потому что это в соседнем районе после уроков обычно либо я что-то читаю но это раз в неделю либо Маша просит ей помочь разобраться с чем-нибудь из ее уроков и тогда я могу с ней еще посидеть час после этого приходит Дима и спрашивает какие планы на вечер да у меня еще бывает так что я совмещаю как бы например я отвожу ребенка куда-то параллельно иду преподавать в этом районе преподаю потом возвращаюсь забираю ребенка так у меня было например одно я время в чат суд ездил вернее в артермон там пока ребенок на рисование сейчас у меня так с робототехникой я Андрюшу отвожу два урока в окрестных районах потом забираю его еду домой то есть вот такая еще оптимизация логистическая получается когда у вас вот когда у вас в какой день я предполагаю возможно выходные когда вы все вместе и нет ни уроков ни заданий ни работы а вот просто каждый может сидеть и делать что хочет и вот эта пустая дырка времени это только воскресенье если повезет если никаких активностей нет на это время вот раньше у детей были из Татфода это было очень тяжело Таня постоянно их возила чуть ли не каждое воскресенье сейчас слава богу нет мы от этого отказались просто решили что мы не предметные и как бы теперь у нас воскресенье свободное суббота у меня не свободно я уже три урока успел с утра провести у меня еще несколько уроков впереди сегодня полноценный рабочий день пока Дима работает у меня суббота это я еду покупаю продукты я их распределяю по холодильникам потом их два холодильника их три на самом деле вау окей так да они все типизированы один для всяких текущих вещей снэкс и прочее другой для приготовленной крупнокалиберной еды один для продуктов которые нужно еще готовить окей соответственно суббота это стирка то есть мне нужно перестирать всю форму и там все вот это вот так как форма вся разная разноцветная то я обычно стираю раздельно чтобы кто-нибудь не показал какая-то уборка но уборка она еще в течение недели даже невозможно встать и убрать весь дом кусочком по чуть-чуть каждый день что-то вот ну то есть у нас нет людей которые нам помогают у нас нет клинера у нас нет никаких других вот взрослых которые задействованы в том деле мы делаем все сами мы работаем сами мы убираем готовим развозим все делаем сами чем мы жертвуем я понимаю что вы где-то уже писали что вы не летайте овсейс поездки чем мы еще жертвуем вот в плане пока дети растут пока мы их обучаем что мы пока еще не делаем из того что хотелось бы ну в кафе мы ходим периодически у нас есть один день когда мы мы не забиваем это время уроками и мы куда-то выходим да мы периодически ходим в театр на концерты там не знаю раз допустим восемь в год или около того нам это удается то есть мы любим ездить на зимние канюкулы голубые горы да то есть мы там есть любимый домик который прям ну ты приезжаешь туда и это как твой дом уже устал ну это помогает бороться с burn out и так далее то есть чтобы не чувствовать себя что ты какая-то машина машина крутишься постоянно но чем жертвую наверное временем то есть у меня нету своего времени вот до момента выпуска мюзикла у меня не было времени даже чтобы остановиться и понять что вот она я существую это был очень сложный период и слава богу мы это пережили и все-таки довели дело до конца и наверное оно того стоило но вот сейчас у меня как бы такой я бы сказала восстановительный период когда я пытаюсь среди вот всего что мне нужно делать найти время для того чтобы позаботиться о своем здоровье и физическом и ментальном то есть пока я делаю какие-то очень простые вещи которые просто помогают сохранять как это бонус да да и мне бы наверное хотелось найти время я думаю что это получится для каких-то своих проектов чтобы еще что-то придумать для ну у меня есть несколько для души для своей да которая не связана ни с детьми ни с Димой да как-то что-то свое хорошо мы сейчас будем говорить про проекты но у меня только последний такой вопрос как начну вот с чего когда вы в последний раз сходили с Димой на свидание на котором вы не говорили про детей про проекты про работу ну вот это очень сложно потому что мы постоянно что-то такое обсуждаем да ну даже не знаю давным-давно наверное дальше не полезу наверное это было до рождения первого ребенка я так нет давайте знаете как я скажу я думаю что когда мы были в России с этим было может быть и попроще но когда ты в эмиграции ты у нас здесь никого нет мы сами поэтому мы условно говоря за старших всегда и ответственность всегда на нас даже когда мы куда-то уезжаем а у нас бывает такое что мы уезжаем на пару дней побыть вдвоем то есть где-то рядышком ну то есть это может быть там полчаса езды на машине то есть дети всегда могут нам позвонить и сказать там вот у нас то-то и мы быстро примчимся даже если мы уезжаем то все равно невозможно как бы отключиться вот от вот этого вот ощущения что ты несешь ответственность за них и вот это наверное самое-самое сложное ну по крайней мере у нас хотя бы иногда бывают моменты когда мы можем куда-то уехать просто вдвоем и какое-то продолжительное время вдвоем побыть и просто может быть даже потупить ничего не делать то есть не обязательно там что-то обсуждать или там просто отдыхать такое бывает это не это не романтическое как бы свидание но это отдых вы подняли очень тяжелую тему вот именно ответственности иммигрантов за детей и отсутствие близких родственников на случай если что то есть я прекрасно понимаю вашу позицию потому что мы тоже сможем в такой же ситуации несмотря на то что мой муж не иммигрант но его семейные обстоятельства такие же то есть я всегда переживаю за то что если что-то с нами да кто и как и кто как вы считаете за 8 лет жизни в Сиднее у вас появилась такая зона поддержки комьюнити каких-то друзей других иммигрантов которые придут на помощь если что и поддержат потому что не у всех складывается хорошо в этом плане вы можете сказать что да у нас есть такие ну я не знаю как их назвать как крестные родители да вот кто-то кому можно позвонить и они я думаю что если бы мы попросили нам бы помогли в этом просто мы сами не просим в общем-то сами но у нас есть друзья которые нас поддерживают и где-то то есть в разном смысле поддерживают и советом где-то и выслушают и что-то порекомендуют и что-то сделают то есть в этом плане есть единственное что мы детей не помню мы же не оставляем вроде ни с кем детей вот чтобы на кого типа как на крестах мне кажется нет ну я я тоже скажу что да то есть поддержка есть и как бы есть люди которые я знаю что если я им позвоню они помогут но это все равно не убирает вот этот вот груз который то есть у меня его не было в России в России я поняла он есть здесь но это как бы вот вот так то есть ну это как бы comes with the job of migrate мы называем да это часть нашей job description когда мы сюда приезжаем это то что мы теряем мы конечно что-то приобретаем но что-то теряем окей ну что друзья проекты смотрите что у меня в списке то есть дети готовка развивалка работа но в списке у меня написано театр музыка преподавание репетиторства у Татьяны ремесло то есть вот арт как бы там шитье что-то еще было и сейчас Дима запускает группы по чтению да я все правильно перечислила или я что-то забыла правильно то есть мы при нашем своем сложном этом уровне еще периодически себе жизнь еще больше усложняем скажем так но это в хорошем смысле вот с театром конечно было очень тяжело то есть мало того что вот эти все работы и дети еще и полноценный мюзикл пришла в голову написать иди полноценный мюзикл это конечно было очень тяжело но остановиться было нельзя то есть грубо говоря раз уж назывался груздем полезай в кузов и когда уже большая часть проекта написана надо просто уже довести до конца да мы вот это вот сделали это конечно мы сейчас до сих пор от этого отходим надо еще хотя бы не знаю месяца три а лучше шесть просто отойти от этого всего может и больше посмотрим в общем как то есть ничего прогнозировать нельзя но как бы вот сейчас мне пришла в голову мысль заняться с детьми чтением почему потому что с нашими собственными детьми мы этим занимаемся и как бы уже появилось появились какие-то ну не скиллы но грубо говоря рука набита как бы как это делать как сделать это интересно для детей то есть понимаешь весь процесс и я решил что почему бы тогда и кого-то еще не подключить каких-то других детей родственников в смысле не родственников а знакомых друзей и так далее по-моему интересно да я тут проводил опросы сделал анкету регистрации на эти на эту в этот книжный клуб большинство родителей пишут так что ребенок например читает иногда хорошо иногда с трудом любит ли читать нет в основном читает ли сам по-русски очень редко родителями иногда значит но это такая ситуация как бы она очень распространенная когда в семье допустим один человек один ребенок два ребенка тяжело помимо работы еще и организовать их как-то на какие-то вот такие развивалки типа как чтение централизованно собрать детей как я предлагаю мне кажется это в общем-то имеет смысл когда много детей как-то делаешь это для большой группы это уже целесообразно и соответственно это возможность детям пообщаться между собой потому что очень многие родители говорят что у их детей нету нормального русскоязычного социума в котором они могли бы общаться в основном они все по-английски но как бы зачем к чему терять язык когда можно его развивать наоборот это будет второй язык или там у кого первый у кого второй ну и плюс не у всех родителей есть возможность занимать всю субботу на русскую школу это это вот как наш случай мы не водили наших детей у нас нет возможности ходить в русскую школу то есть у нас получается что русский это только мы его можем как-то поддерживать да но мы тем не менее нашли репетитора который с нашими детьми дополнительно занимается вот кстати говоря по поводу этих чтений если допустим ребенок занимается дома с родителями или с репетитором или под русской школой это как бы вот эти занятия они друг к другу не конфликтует то есть очень многие родители дети как-то занимаются русским они приходят все равно ко мне дополнительно вот на эти чтения чтобы дети у них читали вслух обсуждали так что если ребенок ходит куда-то пусть он и считает тоже это как бы только его будет развивать дополнительно то есть вы планируете сделать группы по не сколько по возрасту а сколько по уровню языка да значит и по возрасту и по уровню в основном оно соответствует но не всегда бывает что дети как бы старше возраста но у них скиллы русскоязычные не развиты их приходится группа помладше на данный момент я 4 группы сформировал я продолжаю набирать кстати говоря я большинство то есть большинство заявок кто ко мне пришел уже я с детьми пообщался поговорил попросил что-то почитали мы с ними кусочки небольшие посмотрел как они понимают какие слова знакомые незнакомые попросил сам почитать попросил кого-то что-то написать по-русски и так далее так вот вижу что некоторых детей это заинтересовало даже уже после такого маленького как бы мини-собеседования асессмента кто-то пошел читать русские книжки тут же в общем какой-то имидиэт эффект получился дети заинтересовались и мне уже родители пишут как здорово вот наш ребенок взял и теперь сидит читает книжку по-русски как бы несмотря на то что мы еще не начали толком только тогда вопрос следующий потому что я тоже родитель который пытался внедрить русский язык всеми силами и пробовали разные медиумы в том числе и такие reading groups онлайн с какой сложностью сталкиваюсь я и не только я сложно следующее когда ребенок растет то есть по возрасту по его зрелости уровень языка базовый и литература то есть не соответствует по зрелости я не могу дать уже колобка но колобок это то что я могу только читать вот как мы этот гэп будем как мы с ним работаем потому что уже хочется читать что-то про подростков но абсолютно нет базы чтобы воспринимать этот вокабулярий писать и читать на эту тему вот это была самая сложная работа и я просто поделюсь как мы решили эту проблему мы стали работать с ресурсами русский как иностранный когда мы учим взрослых русскому языку иностранцев и там уже жизненные диалоги истории но ты как бы сам как учитель пишешь книжку которая подходит под возраст ребенка да но слова выбираем такие базовые которые можно прочитать и произнести вот Дим как вы будете эту проблему решать ну во первых у меня немножко у меня формат как бы не просто чтение то есть то есть у меня чтение интерактивное с объяснениями то есть большой акцент идет на то чтобы дети вычленяли новые слова и понимали что они значат то есть и вокруг этого я рассказываю много чего смежного то есть например встречаем мы какое-то слово я объясняю откуда это слово ну например не знаю для детей младшего возраста слово досадливо что это слово досада вот мы обсуждаем это и что вокруг них может быть какие-то выражения связанные с этим словом или еще что-то я показываю им картинки я если это цепляет какой-то сантифик контекст вокруг я им даю вот этот контекст и так далее то есть у нас не просто получается чтение какой-то истории а обсуждение именно вот каких-то понятий концепции мы иногда можем в сторону так довольно-таки прилично отойти а потом вернуться обратно к чтению и получается что не обязательно брать книгу прям супер адвенств для для того чтобы сделать ее интересной то есть когда то есть я кстати однажды услышал очень интересную фразу книга перестает быть интересной с того момента когда ты встречаешь первое непонятное тебе слово что-то в таком духе это не совсем правда но имеется но имеется в виду что если ты что-то читаешь и тебе встречается что-то непонятное оно не укладывается в голове потом ты еще что-то читаешь опять что-то какие-то белые пятна пропуски и так далее то ты просто со временем ну как-то можешь потерять интерес а мы вот читаем в том плане что нам становится понятно вообще все то есть каждое сказанное слово или там выражение мы это все обсуждаем в начале это делает процесс немножко медленным потому что например может в каждом абзаце быть какое-то новое слово но потом это активно входит в лексикон и дети уже не подтягивают этот уровень и можно будет после этого уже брать книги более продвинутые при этом это слово оно не просто запоминается как что-то вот а оно же рассказывается в контекст объясняется оно то есть нейроны расползаются в мозгу вокруг этого слова то есть мы делаем это слово не просто а сложно оно привязывается к остальным словам какими-то ассоциациями или еще да кстати есть еще одна концепция на тему простоты и сложности что нужно в процессе обучения делать что-то непросто ну в смысле сложном в том плане что оно должно соединяться с разными другими какими-то вещами не просто поверхностно хапанули какое-то что-то а вот здесь оно сюда отсылка сюда связано и тогда в мозгу выстраиваются вот эти нейронные связи как бы активные то есть мы будем не только литературное чтение устраивать но мы будем брать какие-то как говорится stand alone text то есть мы можем взять я не знаю не знаю в брошюру и рассмотреть о чем она или все-таки литературная все-таки литература почему потому что важен сюжет важны герои важно им сопереживать надо чтобы это захватывало было интересно поэтому я подбираю такие книги где был бы не супер большой объем но был бы интересный сюжет по уровню и чтобы было нормальное соотношение сложных каких-то новых слов то есть взвешенное такое соотношение а помимо того что мы эти слова обсуждаем и запоминаем у нас еще будут викторины в виде кахутов то есть как раз по вечерам когда я с телевизором отдыхаю я для своих детей могу делать какие-то кахуты образовательные к поведенному материалу соответственно я буду делать такие же кахуты здесь по прочитанному материалу и на следующих как бы на следующих занятиях мы будем играть в эти кахуты дети очень любят разных возрастов то есть что 13-летки что 8-летки все это дело очень обожают причем там есть разные режимы необязательно как бы стандартный кахут там есть какие-то игровые состязательные там командные режимы и так далее и соответственно это все делает весь этот процесс привлекательным и обучение в процессе игры и постепенно уровень подтягивается и можно читать уже более сложные книги сапремлением окей хорошо давайте тогда мы расскажем как нам присоединиться ко всему этому то есть мы под видео оставим родителям форму гугл форму которую они заполнят нам не обязательно находиться в штате Нью-Саус-Уэльс это будет онлайн поэтому вся Австралия приглашается в этой форме родители пишут сколько ребенку лет какой уровень языка читает не читает какое время ему подходит и потом Дима связывается с родителем и когда группы устаканиваются родители пробуют как это все пойдет и раз в неделю урок проходит правильно раз в неделю я думаю что я буду делать старт вот этих групп уже через может быть пару недель или около того пару-тройку недель зависит от разных факторов так что время сейчас самое время присоединяться потому что мы будем читать какую-то книжку и вот мы ее дочитаем и в этот момент можно будет присоединять к группе новых каких-то то есть желательно попасть в тот момент когда мы начинаем читать какую-то новую книжку поняла да окей ребят ну я конечно в шоке от того что новый проект начинается пока мы еще не успели отдохнуть от старого проекта но как говорится вы как уже знаете как запустил процесс уже остановиться не можешь он лавина она идет давайте я расскажу как это произошло вообще потому что это тоже очень интересно ну начнем с того что мне нравится с детьми преподавать то есть иначе бы я всем этим бы не занимался у меня просто бы на это не хватило сил и поэтому когда Таня тут недавно пришла Дима говорит а давай мы с тобой сантифик клуб откроем для детей мы будем там какие-то им вокруг физики что-то рассказывать мы смотрели видео Кота Шрёдингера и час сидели обсуждали это все и дети были такие вдохновленные как бы им это очень-очень понравилось и да вызвало жаркие дискуссии это все то есть это не просто какой-то сухой лектор вещал нет это мы руками махали мы там что-то рисовали очень живо до этого у нас была эпопея про транзисторы про компьютеры что-то то есть постоянно какой-то сантифик контекст мы обсуждаем дома и вот Таня приходит и говорит Дима давай мы организуем такой клуб я говорю подожди подожди сантифик клуб это довольно ответственное занятие задание это же надо готовить материал то есть учебники это надо делать кирикулум надо что-то вот как-то выстроить программу надо как-то вот там много всякого разного чего надо сделать вокруг этого это не просто так встал и сделал я говорю давай мы с тобой лучше сделаем другую вещь чуть-чуть попроще давай сделаем книжный клуб технология как бы уже обкатана уже понятно что как мы знаем как это делать и не надо вот прям вот именно кирикулум создавать то есть берем книгу ее обсуждаем вокруг этого все делаем ну и вот буквально мы это обсудили и буквально через день другой я уже начинаю принимать заявки я уже общаюсь с родителями и уже процесс пошел и все моментально то есть от момента идеи до момента реализации там прошло как-то всего ничего ну потому что это то что интересно как бы то что чем то чем нравится заниматься вот так у нас это произошло ребят большое спасибо что вы согласились с вами встретиться еще раз для меня это очередной такой iron infusion я это называю я так вас послушаю да вот про этот ритм про этот размах и тогда вот когда у меня например что-то идет не так я всегда думаю про вас я всегда думаю вот ты сейчас мучаешься вот у тебя двое какие-то проблемы а как у Тани с Димой сейчас подумай про них и мне сразу становится хорошо потому что вы такой лучик да в нашем темном царстве когда я думаю ну вот вот оно и я мне очень интересно смотреть за развитием естественно ваших детей и вот ваши проекты это все очень интересно и полезно я надеюсь что многие родители посмотрев наш эфир я запущу и первый и второй чтобы они сравнительно посмотрели их я думаю что вы станете лучиком и для них тоже спасибо спасибо вам еще раз я соберу все нужные ссылки чтобы мы родителям это дали и надеемся что проект следит спасибо большое спасибо было спасибо Продолжение следует...